девушки всем привет меня зовут елена прохладная и вы на канале англии моими глазами сегодня 5 октября и сегодня день учителя поэтому хочу поздравить вас всех всех причастных к этому празднику бывших учителей ну говорят бывших учителей не бывает тем не менее те кто раньше работал те кто работает сейчас те кто имеет хоть какое-то отношение сфере образования всех вас поздравляю с этим прекрасным праздником желаю вам всем доброго здоровья всех благ хороших учеников не буду говорить про терпение потому что здесь не терпение речь и побольше доброты и любви к детям я своем телеграм-канале уже написала пост поздравления и уже увидела комментарий под моим вчерашним видео о том что кто-то меня поздравляет меня и мою маму с ним учителя да хочу сказать потому что на канале появились новые подписчицы подписчики хочу сказать что да я в прошлом учитель учитель английского языка закончила я в свое время иностранный факультет в ульяновской мама моя тоже учитель и моя свекровь на непокойная моя любимая свекровь тоже была учителем географии и мой муж на непокойный первый муж тоже был учителем физкультуры поэтому нас такая видите такая династия эти мои не учителя но тем не менее они имеют отношения к скажем так к воспитанию молодого поколения например моя дочка работает тренером по художественной гимнастике поэтому она воспитывает также своих учениц знаете мне кажется что вот если вы любите учитель если вам нравится учитель сам человек вот да сам учитель то вам понравится его предмет мне кажется это прям вот сто процентов и у меня в школе меня в школе была любимая учительница по английскому языку я звали тамара николаевна фирсова работала во второй школе и меня в ней привлекал просто все она была какая-то вы знаете такая таинственная да ну во первых она очень хорошо разговаривал на английском языке естественно у него был прекрасный акцент ну как тогда мне казалось и я так вот сейчас вспоминаю и сена такая была элегантная такая вся была аккуратная с красивой прической в очках и вообще отношение у нее к ученикам было такое знаете очень такое индивидуальное приятное поэтому я влюбилась просто в учительницу я хотела на нее смотреть хотела ее слушать бесконечно и конечно я припела английский язык кстати по английскому языку вообще у меня сложились отношения с английским языком со школой потому что у нас был еще такой предмет как литература английская литература и по моему американская литература вот тоже в школе и там тоже была учительница валили людмила федоровна или лидия федоровна уже даже не помню тоже прекрасный души человек и я тоже в нее была влюблена и соответственно полюбила конечно и предмет тоже вот и вы знаете хочу немножко сказать про мама мама закончила уже педагогический университет тоже не тогда был институт педалститут в ульяновске она заканчивала его заочное отделение я тогда училась очная она заочно и у нас тут было где-то по моему один год когда я уже заканчивала она вот по моему только поступила или как-то так вот да то есть мы с ней обе были студентки в одно время на стиле я помню даже один и тот же костюм ну как бы делили его один и тот же костюм это был такой пархатный такого шоколадного цвета костюм он был конечно очень хорошо маме не мне а он был ей конечно лучше блондинки так вот она закончила институт и работала в техникуме ну тогда это был до техникум работал в техникуме уже не помню как называется и вот много лет спустя когда она уже ушла на пенсию и вышла замуж уехала в англию и опять она приезжает в ульяновск и каждый раз куда-то на куда-то она заходит в какие-то заведения но в основном это какие-то пищевые заведения да потому что у них такой был техникум столь и советской торговли то ли как то вот так вот назывался да то есть она везде видит своих учеников но практически то в такси таксисты и все ее помнят потому что такую блондинку да такую подвижную женщину невозможно было не запомнить и она была очень креативным педагогом я помню когда она готовила открытый урок и она делала его форме поле чудес и вот когда начинался открытый урок она попросила найти меня какую-то красивую мелодию и я нашла ей крис ри looking for the summer и вот она поставила эту мелодию и включила поле чудес ну то есть она креативно подошла к своему уроку подходила к своим урокам это как раз был открытый урок она была просто влюблена маму свою профессию просто обожала ее каждый раз она что-то выдумывала какие-то кроссворды какие-то викторины что-то еще в общем детям мне кажется детям было очень интересно студентам вот но тогда уже они были не дети да они уже были после школы и и мне кажется им было очень интересно посещать вот именно маминой уроки к сожалению я на ее уроках не было но я была и на ее мама еще к тому же была замдиректора она еще была замдиректор по воспитательной части по организационной части и готовила как вы знаете там разные концерты да какие-то праздники и в общем все вот это вот было на ней и вот на одном из ее концертов я по моему побывала и было очень интересно но это было тоже очень давно и я уже вот ну столько времени прошло я уже не помню хотя мама скорее всего помню что она не принимала участие моя свекровь тамара ивановна на непокойная тоже была учителем и тоже была замдиректора и тоже по воспитательной работе ну то есть организация организационная работа на ней тоже была она преподавала географию было там несколько часов она была настоящим педагогом знаете таким вот такой честный справедливый и ее и боялись и уважали и от того любили и я помню на какой-то свадьбе были ее ученики и по моему парочка из них была в то время когда они были учениками были шалопаи и тогда они сказали про нее прям замечательные слова вот эта классная тетка она тогда у нас была самая лучшая учительница я прям так вот знаете запомнила вот эти слова то есть от шалопаев даже да таких вот хулиганов было это очень приятно слышать ну и мой покойный муж мой первый муж женя он тоже был учителем физкультуры и если вы знаете эту мою историю то вы знаете о чем идет о чем это речь если кто не знает то вы можете посмотреть и мое видео под номером вернее послушайте мои видео под номером 111 и там я зачитываю как бы да рассказываю о том что со мной произошло и как я оказалась в англии вот но в общем-то такой небольшой экскурс в мою прошлую жизнь о том что я когда-то была учителем английского языка и да когда я закончила институт я осталась работать в 35-й школе где работала как раз моя свекровь мне там дали несколько часов английского языка и плюс лабораторство я вела по физике вот но я всегда также и вела уроки частные уроки давала английского языка и это было тоже очень здорово и до сих пор я тоже до сих пор я это делаю до сих пор ко мне девушки обращаются и я веду ну знаете это больше не уроки английского языка я больше делаю говорение на то есть speaking с теми кто уже говорит по-английски но кто допустим у кого нет возможности разговаривать на английском языке но кто хочет очень хочет поговорить поэтому я предлагаю свои услуги но не сейчас потому что сейчас мне уже некогда но со следующего года снова года я наверное опять буду набирать несколько студентов двое или трое всего будет у меня потому что одна уже девушка есть плюс 2 плюс 2 еще потому что я просто не успеваю я хочу вас спросить в комментариях ниже пожалуйста напишите какие у вас были кто у вас был любимый учитель и за что вы любили своего учителя но вот наверное все такой небольшой выпуск у меня сегодня всем вам желаю как всегда крепкого здоровья и хорошего настроения пока пока увидимся позже